Вот эти вот механизмы страха, я не вижу, чтобы избежать страха. Избежать того, чего я боюсь. А истина очень часто то, чего я боюсь. Я боюсь ее увидеть. Поэтому я могу ее не видеть. И потом я даже забываю, в силу слоистости нашей психической жизни, я забываю, что я не видел ее, потому что боялся. Потом уже на следующих этажах даже сознание того, что я избегал истины из-за страха, это тоже исчезает. Так вот, эти вот психологические механизмы, надежды, мы ведь, мир вводит нас за нос, в том числе и психологические механизмы надежды. Завтра все исправится. Дом, по которому прошла трещина, каким-то чудом можно будет отремонтировать. Ну, я в прошлый раз вам говорил, что нельзя ремонтировать дома. Если дом треснул, нужно строить другой. Значит, так вот, беда в заковыке, одна из заковык состоит в том, что эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются, ну, аккомодациями, то есть, ну, не ассимилируются, а аккомодируются, то есть, не противоречат нашим логическим операциям, то есть, операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мышления вполне уживаются с этими психологическими механизмами. Механизмами страха, надежды и так далее. Механизма под объяснение, то есть, explaining away. Это тоже механизм, explain away, это механизм, как я показывал, да? Так вот, с этими механизмами все операции рассудочного мышления, то есть, нашего прикидывающего мышления, мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы. Вот все эти операции, назовем их логическими, они уживаются с этими механизмами и не противоречат им. То есть, мы можем мыслить, в смысле, совершать логические операции, так и оставаясь вот в этой ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика, в смысле логических операций рассудочного мышления, не выталкивает нас на путь истины, то есть того, что есть на самом деле. Поскольку, как я сказал, логические операции, то есть, нашего прикидывающего, соображающего мышления, уживаются психологическими механизмами и не противоречат им. В этом смысле можно сказать, что реальность наша имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем Пуста. Пуста говорил, что, в такой фразе, что, не нечто, что мы называем действительно жизнью, что разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли, непонятные радости, и что больше похоже на сновидение. Жизнь наша, как сон. Как я цитирую Пуста. Ну, ведь действительно, то, что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру сновидения. В каком смысле слова? Какова структура сновидения? Структура сновидения очень проста. Ну, в упрощенном, конечно, я не берусь претендовать на то, что эта вещь действительно проста, и мы ее понимаем. Нет, я имею в виду одну простую сторону этого дела. Есть такое закон сновидение, он следующий. Сон строится таким образом, по содержанию своих видений, так, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться. То есть, сон имеет как бы структуру от объяснения. Ну, скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться, и сон в короткие мгновения, когда еще звучит этот звонок, в действительности это короткий, а вас не кажутся длинными, он разыгрывает целую сцену, которая продает какой-то такой смысл этому звуку, слышимому, что эти смыслы позволяют нам не проснуться. Понятно, что я говорю? Так вот, наше, то, что мы называем реальность, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов, из состояний, которые позволяют нам спать дальше. То есть, в данном случае, слово «спать» означает не знать и не видеть реальность. И в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. Жизнь есть сон. Вот в этом смысле слова. Вот это одна психологическая заковыка. Но более того, здесь есть одна проблема, на которую я сейчас, у меня уже осталось мало времени, завершу. Это следующая проблема. Значит, фактически, то, что мы сказали, когда я говорил, форма, текст, место, что производит, должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне какое-то понимание. Потому что это понимание породиться естественным, человеческим путем не может. В частности, для порождения такого рода состояния понимания служат тексты, литературные тексты. Или это может быть текст жизни. Например, в образе жизни Христа есть текст, посредством которого мы можем читать, а можем не читать, мы можем читать наш жизненный опыт. Он организовал какой-то логос, в котором, в пространстве которого какие-то события получают осмысленные и связанные, а не рассеянные и рассыпанные. Ну, я же скажу, я хотел бы продолжить сегодня, с некоторого предупреждения. Ну, во-первых, это предупреждение касается стиля. Стиля не моих лекций, а вот стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. вы поняли, вы поняли, наверное, уже, что моя задача состоит в том, чтобы вам не эстетику рассказывать и не литературные красоты описывать, а выявить какой-то стиль мышления человека, который проделал опыт. этот опыт мало отличается от нашего опыта, просто отличается тем, что он проделан и записан. А по материи своей он не отличается от того, что мы можем испытать. Просто мы можем испытать и не понять, а вот другой какой-то человек понял и записал. И поэтому интересно этому опыту обратиться. И внутри этого опыта работает какой-то способ мыслей. И вот этот способ мыслей я хочу выделить, поскольку он является частью того, какую фигуру, какой рисунок рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, которому свойственно или который приобщился к такому видению. Само это видение как-то меняет